МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Толерадо и компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. Одна на усих, день перемоги сегодня означают у Беларуси. В Святочной Ашесте митинги, концерты и выставы, насыщенную культурно-забавляльную программу, подрыхтовали во усих районах в области. Пошики до женей у 33 годы на свято у вёску Церуха Гомельского района завятал Жихар Калининграда, який долгий час збирал звездки про своего дядьку. А зараза в гэтым иншим больше подрабязна. В Святочной Ашесте и открытие нового помника в Гомеле. Парад кадров у Лоеве, автопробег дорога памяти у Добруши, квест гульня дорогами войны у Жлобине, выстава фронтовых листов у Калинковичах. Гомельская в область сё не означает 74-й день перемоги. Аб найбольшь цікавых – у материалах наших корреспондентов. Олег Сенцеров принял дел у мероприемствах, які отбыліся непосредна у областным центры. Место збору у деньгів Святочного Ашесте у Гомеле традиційне – площа повстання. Правда, непосредна на площі места не хопає. А тому колонны займаються шею значною участку уголовної вулиці города – Советской. Чемто, хто приходить портретами своих родних у деньгів Великої очіны. В цей проєкт набував таку популярність, що тепер його можна назвати всенародним. Сьогодні його у деньгів стали тысячи гомельчан. Отец дуже переживав війну, він горел, тому старався бути лаконичним. Страшна війна була, єдинственне у нього вираження. Очень багато друзів потеряв своїх, тому командир екіпажа, командирівщика ІЛ-4. Немал участь в освобожденні міста Речицького району, під шатілками був ранен. Потім, після госпіталя, знову в свій гвардейський корпус являлся. Освобождав Варшаву і війну закінчував в Берлині. О, в цьому році День перемоги проходить в рамках акції «Беларусь пам'яте». А це значить, що країна пам'яте, коли пам'яте кожна еле «Жихар», тіліта Речиця 6-я казалась неззвичайно масовою. Ряд 25 тисяч чоловік, тіро таких, у деньніки Великої очіны і ветерані праці, представників органів ОЛАДА, працівних колективів і громадських організацій, студентів і шкільників, у вогули, дітей і подлітків на сьогоднішній святі було шмат. День перемоги, саправдують добрая махчимість, виховати у їх почуттів патриотизму і гонору за свою родину, а так само на власне вочи вбажати заправданних ветеранів Великої очіны, представників покоління, якою виротувало країну. Миколай Каспірович називається безднішальником ворожих танків. В очі був тяжко поранений, кажа навіть не віриться, що дожив до цього часу. «Це пішка, пішка, гранати, кантейн Молотова. Вот це такі ось у нас були. Ну, головне було танки зжечь і піхоту відсеч. І так два роки». Почас мітінгу на меморіале «Вечний огонь» розмовав ролі Гомеля у Великої очіны. На початку війни части Червоної армии і ополченця на протягу маль 50 дн стремлювали ворога на Гомельском накерунку. За цей час я не знищили більше 80 тисяч гитлеровців. На жаль, об ніяких сторонках цих героїчних дн сьогодні ведують токі історики. Гэта дом па вулиця Советська 99 гисторики называють Гомельским домом Павлова. 19-го жіння 41-го года у ім знаходзіся червоні армійці, які ніяких один стремлювали передові части вермахта. Гэта дозволила нашим військам організовано одвести на другий берег Сожа і таким чином позбігнути з наших страт. Вся рот у діннику сьогоднішніх врачівській сіл у Гомели Делігація Совета Старышин автономного територіального утворення Гагаусія у минулому годі гомельский Аблова Канкам заклющив взаємпагоднення по дружбі і супрацівництві. На переддень делігація наведала ніяких знакових місців, зв'язанных з великої чинної. Сьогодні приняла у дел у гомельських мероприємствах. Такого масштабного мероприятия, шествия к пам'ятникам містам захоронення наших солдат, погибших в Великій Отецькій войні, ми не віделі в Республіці Молдова ще з советських времен. Да, у нас в Гагаусі ми проводимо, але не такі масштабні, не такі яркі. Так що, спасіба огромне. Откриттён нових помніків у День Перамоги. У гомельській в області добрая традиція. Правда, на гэтарас, непосрідно спереду великої очіни, і он не зв'язані, у сквери каля гомельського державного технічного университету ім'я Павла Сухоха, установленний самоліт Су-24, гэтай бомбардировщик, був сконструєваны ў конструкційським біро, якою узначалю ў наш знакамітый земляк. Правда, тады ў 70-х аб яго роботі ведали не ўсе. Навад само біро ў документах значылася, як паштовая скриня 2481. Сухоха, конечно, очень сильные проекты, но эта машина, она была просто революционной, потому что это первый боевой комплекс. То есть всё, начиная от оптики, навигации, релоксованных прицелов, радиосвязи даже, всё это было скомплексировано і математически увязано, і имелось вичислення машина внутри цього самолёта, достаточно мощные на те времена. По великим рахунку, обновлены сквер, де установлены самолёт, яща дзен подорунок ў сімудельникам Великой Ачыны, які воевали за мирное небо, двойчий герой социалистичной працы, лаурат Сталинской, Ленинской і Державной премій, гамельчанин Павел Сухой, так само робі ўсё, каб не було війны. Самое каштовное, що ўось ў любым населенному пункці, яго люди, гамельчанам ўось, кім гонарыцца, із кого брать приклад. Здесь много молодёжи, я хочу вам пожелать, берите пример Сухого. Он любил говорить, что мечта, умноженная на упорный труд, обязательно позволит достичь самой большой высоты. Берите себе это за жизненное правило, и всё у вас будет в жизни замечательно. И вами будет гордиться гамельчане и наш город. Я всех вас поздравляю с открытием этого монумента. И, конечно, поздравляю вас с 74-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. С праздником вас! Олег Чентюров, Ёлген Матейнка, Галерадо Кампания Гомель. День перемоги сёння святкуюць ў кожным куточку нашей в области. Паусюль яркими мероприемствами, які об'ядновываюць людей, означаюць гэтую великую падею. На дных самых адметных святошных пляцовак Гомеля пабывала наш корреспондент Марына Джалая. Валентина Ковалёва сёдня означает разу два святый день перамоги и свой 87-й день народжения. Першая падея, кажа про слёзы шастья Гомельчанка, для ёё нашмат важнейшая. Кожный год обовязкова, яким бы не было здоровье, долучается до свята. Вось на гэтым стенде, які размешаны по большскінотеатром имя Калинина, фотосдымки ёё мужа и родных, які пройшли войну. Жанчина і сама ёе добра памятая. И все дороги войны, бомбюшки, всё было мною испытано. И поэтому самый главный на сегодняшний день праздник, всем праздником праздник – это День Победы. У гэты же памятной галереи фотосдымок батьки директора кінотаура Миколая Старостенкі. На этом стенде размещены фотографии наших родных, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Здесь есть фотографии моего отца, который 18 лет был командиром взвода разведки. Победж с кінотеатром – выстава военной ретро-техніки. Фотосдымки Победж с унікальными машинами робять сотні людей. Особливая увага – танку. Йон у коллекции военных историчного клубного объединяя гонормундира з'явився толькі сёлита. Нам очень приятно, что с каждым годом люди настолько более живо реагируют, потому что техника все эти восемь лет старая ремонтирується от парада до парада, а в параде она сегодня проявилась очень хорошо. Вся техника проехала, и для нас это на самом деле радость как коллекционеров ретро-техники в первую очередь. Головно, что объеднувая сёня гомельшаны гостей города за удячность нашим проткам, за великую перемогу, за то, что звездки об войне знаходятся толькі у гісторые і у спамінных ветеранов, за то, что жахи войны – гэта далёкая минулая, якая не повинна поторыцца знову. Штурмован Берлін дошёл до Эльбы, там с американцами чарковались и встречали, понимаешь, день победы. Ну вот, никто не думал, что надо ж дожить до этих поры, до этой поры. Как хорошо сейчас, представляете, сколько было сегодня народу. Об повазе до ветеранов сегодня кажуть не толькі представники УЛАДЫ. Дякують проткам за перемогу і детям. Подвиг наших дедов, прадедов, он не забывается. То, что мы уже на протяжении долгих лет, уже прошло очень много времени, но мы всё равно помним этот подвиг. То, что дети выходят на улицу вместе с родителями, поздравляют ветеранов, поздравляют своих бабушек, дедушек. Ведь все косвенно участвовали в этой войне. Кто-то работал на заводе, а кто-то воевал. И поэтому мне очень радостно то, что наш народ не забывает и всё-таки поддерживает эту традицию. Сыны гомельчанки Ирины Громовой Кирилл вучается только у першем классе. Мать из-за усёды приводит хлопчика на святкование с нагодой Дня Перамоги. Кажет, что он повинен ведать, прозвяки покуты под час войны пройшёл белорусский народ. Мы с Кириллом обязательно ходим каждый год на этот праздник, подготавливаемся. Я ребёнку рассказываю про историю нашу. Мы рады, конечно, что существует такой праздник. А кроме выставы ретро-техники, удельники свята с нетерпливостью чекают и ещё одну подею. Восьместо, которое обмянуть, ну просто немогчимо. Тут шастуюсь с оправдной солдатской кашей. Поспробовать я ей небыто наимгнение, а чуть приналежность до героичного шляха наших воинов, которые провели наш народ до перемоги. Наступная пляцовка, отколь гучить патриотичная музыка, неподалёк, на улице Ланге. Тут пройшло урочистое открытие свята с уделом лепших творчих коллектива Угомеля. А те, кто лечил и учил жить дальше, а те, кто в космос нам путь указал, о вас нам расскажут в миру молчание в полях, под ветрами травы дыхание. Вы снова рядом, и даже года бессильны сражаться с вами, герои мои. Вроде бы сможем распета, и сказано всё о них, и каждый достоин. Шматлюдно, весело и текаво у сквера и мягромыки побольше с нашей телерадой компании. Тут и коллекционеры со своими уникальными историческими артефактами, и город-майстру. По коль мы проводили видео с дымки, до нас раз по раз подходили люди со своими текавыми историями о продках, которые прошли шляхами войны. Я очень уважаю этот праздник, потому что мой прадедушка прошёл весь фронт. Для меня это честь знать, что у меня мой прадедушка участвовал в Великой Отечественной войне. Праздник очень понравился, встретили много знакомых старых, очень много людей, очень много радости и улыбок. После таких святых у сердца умоцовывается думка об тем, какой великой, переможной силой володает наш народ. Мы все розные, а ли объединенные одной на всех марой жить в мирной краине. Марина Джала, Игорь Маришченко, телерадиокомпания «Гомель». Шестим митинг и автопробег. У Добруши святкованни Дня Перамоги разгорнулись на центральной площади. У дел в аурочистостях приняли тысячи горожан. С подробязностями Максим Савин. Войски 1-го Бранского фронта при поддержке партизанов вызвалили Добруш от фашистских захопников 10-го Кастричника 1943 года. Еще про два дня советская улада обновилась на территории усяго района. У Добрушским краезнавчим музею есть фото с дымок, на яким адлюстрованы, как мясцовые жихары, сустракали бойцов червоной армии. В час отступления немецко-фашистские захопники знищили больше за 70% инфраструктуры Добруша. Одразу после вызволения мясцовые жихары приступили до обновления родного города. Запрацовали телефонная станция, радиовузел и телеграф. Прос два дня распочались занятки в школе. Добрушская паперовая фабрика выдала первую продукцию проспал года. Добрушская паперовая фабрика довольно мощно потерпела. На ее и у часа оккупации фашисты ремонтовали свою технику. А когда отступали, то знищили предприемство Амаль полностью. То есть только войска двинулись дальше на запад. Значит, мирные люди, ну, кто оставались здесь, так сказать, ну, в основном женщины там, и непризывной возраст мужчины, начали реконструировать фабрику. Значит, и впоследствии, через полгода там, ну, так ударными темпами, будем говорить, через полгода уже, значит, фабрика начала действовать. Значит, строились цеха, возобновлялись вот эти вот производства. Вот. И начался выпуск уже продукции. Светкование Дня Перамоги распочались азакцией «Беларусь памятая». Городжане прошли колонны про центр Добруша с портретами своих близких, которые принимали удел в Великой Айчинной войне. Память о подвигу живее, яскравое подтверждение тому тысячи людей, которые приняли удел у шести. Фотографии мой отец, старший сержант Градоненко Виктор Григорьевич во время войны был авиационным механиком и прошел боевой путь в составе 947-го авиационного полка 289-й дивизии авиационной. Победа – это очень яркий, важный праздник, благодаря которому мы остались, так сказать, под мирным небом живем, растим детей. Это очень великий праздник. Мы, конечно, благодарны всем ветеранам, которые обеспечили нам такую мирную жизнь, достойную жизнь, мирное небо. Завершилось шесть целями мемориального комплексу память. Тут отбылся урочистый митинг за складанием кветок. Головные герои – ветераны Великой Айчинной войны. В Доброжском районе их засталось 33. Не все сдоляли приехать на урочистости, здоровье не дозволяем. Однако никто не застался без уваги. Сегодня кроки ветеранов не такие твердые, как ранее, но твердым застался их дух. Миновитаем дозволил 74 годы тому добиться такой же данной и доводчаканной перемоги. Без веры и без преданности трудно и одержит победу. Почас митингу адрес ветерану учали слова подяки и самые теплые пожадания. Протягнулись урочистые мероприемства концертом у районным центра культуры. Максим Савин, Василия Сепцов, Толя, радиокомпания «Гомельс» Добруша. Увезцы Теруха Гомельского района День перемоги означали жалобным митингом калибратских могилок, где похованы 545 воинов. Сирот их лейтенант Иван Семешин. 33 годы звездки объем шукал племенник Александр, який проживая у Калининграде. Сегодня он завитал на свято, ка бадать данину по ваге и узгадать добрым словом своего дядьку. Так само у везцы Теруха отбылась яшедно знаковая падея открытием мемориального знака имя Александра Вологина, героя Советского Союза, який загинул у боях под Гомелем. Дмитрий Котов протягне. На территории Гомельского района похованы каля 9 тысяч советских воинов и партизан, які змагалися с фашистскими оккупантами. 545 з них знайшли свой опошний притулок у везцы Теруха. На братских могилках размешано имя лейтенанта Ивана Семешина. Его племенник Александр шукал дядьку 33 годы. Когда нашли, я нашел. Мне сообщили это днем. А вечером, я думаю, я позвоню дяде. Он по Нижней Новгороду искал. Я по Калининграду. И когда я решил позвонить вечером, вместо того, чтобы я позвонил, мне позвонили, что дядя умер. Вот. Инсульт. Поэтому вот эту радость он, конечно, не услышал и не увидел. Побач с братскими могилками похованный Александр Вологин. Уроженец Самарской в области примал удел у форсирования СОЖа. Кулеметным огнем прикрывал наступление советских войсков. За свою одвагу был узнагороджен званием Героя Советского Союза. Увез Сычерюха Александр Вологин соправдная легенда. Приклад для всех же хоров. Самоотверженный поступок совершил. И он умер, не зная, что он герой. Все это уже пришло после его смерти. Мини-музей времен Великой Отечественной войны в школе существует. Все местные жители, школьники, все знают, кто такой Вологин. И что он отдал свою жизнь за освобождение в том числе и населенного пункта Сюреха. Историк Вера Витикова, которая, когда 30 годов працевала в Мясовой школе, провела веализную доследшую работу. Как высветлилась об том, что Александру Вологину присвоено звание Героя Советского Союза, не ведали ни батьки, ни знакомые. Только на приконцы 50-х годов эта информация стала вядома. В 59-м году, когда пришло распоряжение Совета Министров Беларуси, нашей Беларусской Республики, все могилы, которые находятся на берегах рек, в лесах, в степях, вскрывать и останки переносить в братские могилы вдоль трассы. Для чего? Для того, чтобы каждый мог поклониться. Вскрывают могилу Александра Вологина, находят его паспорт солдатский, гильзу. И в этой гильзе бумажечка, а это был 59-й год, учтите, и мужчины нашей деревни решили, ну что ж, бумажечка отправим в архив Министерства обороны в Подольск. Отправили, а оттуда приходит бумага. Это не просто сержант Вологин, это герой Советского Союза Александр Дмитриевич Вологин. Яши одна спроба ушановать память героя Советского Союза открытием мемориального знака. Сегодня его урошиста презентовали перед жихарами вёски. Прошение об открытии мемориального знака, присвеченного памяти Александра Вологина, принято на Сельском Сходе. Идею жихары подтримали одиноголосно. Финансовую допомогу оказали местные предприниматели. Дальше, головная улица вёски Теруха так само носит имя Александра Вологина. Открытый мемориальный знак – это живая память насчаткал, подтверждение можности, героизму и самоданности воинов-вызвалителям, які измагались за мягчимость сёняшних белорусов жить и працовать в мирный час. Об этом необходимо память и никогда не забывать. Дмитрий Котов, Павел Антонов, телерадиокомпания Гомель. Это и так само иншие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvergomel.by. На этом наш выпуск завершен. Еще раз примите наши щиры веншаванни с Днем Великой Перамоги. Мира и спокою вам и вашим семьям.